Сегодня мы обсудим, на что потратить одну минуту при подготовке монолога рассуждения. Шаг номер один. Внимательно читаем тему нашего рассуждения и главный вопрос, на который будем отвечать. Этот ответ – идея нашего рассуждения. Например, тема, кого можно считать настоящим другом. Шаг номер два. Внимательно просматриваем дополнительные вопросы по теме в карточке собеседника. Ответы на эти вопросы мысленно помогут выстроить нам план нашего монолога рассуждения. Например, к теме, кого можно считать настоящим другом, с дополнительными вопросами вы можете ознакомиться на слайде. Шаг номер три. Мысленно отвечаем на вопросы, составляем план рассуждения. Монолог рассуждения выстраивается по следующему плану. Тезис, ответ на главный вопрос, первый аргумент, второй аргумент, вывод. Для зачета вам нужно произнести не менее десяти фраз. Рекомендую использовать в монологе рассуждений сложно подчиненные предложения, которые помогут выразить значение причины, цели, следствия. Ваше высказывание не должно быть категоричным. Достичь этого помогут вводные конструкции. Я думаю, возможно, вероятно, по моему мнению, по-видимому. Приведем примерный текст монолога рассуждения на тему, кого можно считать настоящим другом. С текстом вы можете ознакомиться на слайдах. По ссылке после видео вы можете скачать план монолога рассуждения и пример такого монолога. А на следующем уроке вы узнаете, как подготовиться к пересказу. Поэтому подписывайтесь на мой канал.